Здарова всем! Закатуна. Новый видос, как вы уже поняли, потому что вы смотрите эту реакцию, естественно. Он делает гайд, судя по названию, как стать недоаниматором на ютуб. Будем просвещаться. Поехали! Если ты нажал на это видео, значит ты хочешь стать таким же замечательным, профессиональным и просто... По-моему, уже у кого-то... ...подобным аниматором, как я. Что ж, ты попал по адресу. У кого-то уже был ролик? У Добряка, по-моему? Как стать аниматором? Или у Мармажа? У Закатуна. Уже был? На лайвканале ролика. Точно. Это что, второй? Устраивайся поудобнее и приготовь блокнотик с ручкой, чтобы ничего не забывать. Мы запомним. Давай. А я, пожалуй, воспользуюсь более современным девайсом. Что отличает хорошего художника от плохого? Правильно, зарплата. А еще настоящий художник должен обладать терпением, дисциплиной и запасом дошика на кухне. Увы, ничего из вышеперечисленного у меня нету. А я, собственно, и не художник. Ну, дошик можно уже организовать. Удошек можно уже организовать. Но в своей сфере я добился определенного успеха. И, возможно, кому-то из вас будет интересно, как я планирую свой рабочий процесс, сколько времени уходит на один ролик и как не пугать людей своим кашлем во время панды... Ой, что-то я отвлекся. В общем, всем, кому интересно, за кулисье моего канала, добро пожаловать. Я думал, короче, когда бы слабо лошадь, то что-то реклама. Да, я тоже подумала. Чуть не перемотала. А мне кажется, он решил просто совместить все в одном. Чтобы у нас не было шансов перематывать, понимаешь? Постоянные зрители канала, думаю, заметили, что ролики выходят примерно раз в две недели. Это не моя прихоть и не график релизов. Просто мне обычно нужно, чтобы идею превратить в готовый продукт. Первая неделя у меня обычно уходит на написание сценария, сочинение песенок для ролика и, если успеваю, на озвучку и сведение всего этого. А если уж совсем повезет и муза наградит меня своим присутствием чуть больше обычного, то еще и для второго канала Закамини успеваю что-нибудь сочинить. Да, но Закамини реже выходит. И смотри, что в планшете в обычном блокноте, развалившись на диване... Мне кажется, неудобно печатать. Огромные стопки. Неудобнее. А, бабоськи. Я редко использую его для этих целей. С планшетом как-то попроще. Он легче, удобнее и в моем случае имеет специальное перо, что позволяет мне делать заметки и зарисовки будущего ролика прямо на страницах сценария. Убавляю фантазии. Ну это же прямо можно потом распечатать все заметки, завтра же как книгу свою. Незаменимой функцией является мультискрин. На одной половине экрана я открываю свой сценарий, а на втором сайт с музыкой, которую подбираю под свой текст. Кстати, кому было интересно, музыку для своих крупных треков я всегда покупаю. Так что все официально. В течение рабочей недели я полностью посвящен каналам. Отдыхать стараюсь только по выходным, как и большая часть населения нашей страны. А после уикенда начинается вторая неделя, на которой я уже занимаюсь непосредственно самоанимацией, монтажом и публикацией ролика. Да, частенько сроки плавают из-за сложности проекта, моего самочувствия, домашних дел и так далее. Но я очень стараюсь их придерживать. Слышно, что еще голос простывший. Порядок дня выглядит так. Подъем где-то в 9-10 утра. Завтрак, утренний просмотр новостей и видосиков на YouTube. Как же без этого? И приблизительно в 11-12... Он всего лишь час тратит? Мне кажется, на YouTube можно бесконечно залипнуть. ...на приемы пищи и 15-минутные переливы между... Заработать в 11-12. ...и мне скучно и не спится продолжать работать по ночам. А иногда мне просто приходится это делать, так как сроки поджимают, а ролик был обещан, допустим, в пятницу. Естественно, чтобы вас не подводить... Нельзя обещать, потому что... ...теперь вы знаете, как проходят мои рабочие будни. Считай, мы познакомились чуть ближе. Так, глядишь, и лицо свое начну показывать. Вообще, я педан. Да, мы везде в Инстаграме. Потому что подписан. Ого, перфекционизм? Порядок должен быть везде. От одежды до иконок на рабочем столе. Я думала, иконок не тех. ...кого не призываю придерживаться моего мировосприятия. Просто лично мне намного проще сконцентрироваться на работе, когда вокруг чистота и порядок. А голову не отвлекают мысли по типу, а заплатил ли я за ЖКХ в этом месяце? Нет ли у меня долгов перед друзьями? Чтобы подарить родителям на Новый год и так далее? А все потому, что я постоянно делаю записи и заметки. Ничего не уйдет от моего взора, и все неожиданности я свел к минимуму. Со временем вы сами найдете для себя тактику и будете ее придерживаться. Я только список покупок могу делать. ...приложений, которые помогают организовать рабочий процесс и быстро зафиксировать свои мысли. А современные девайсы способны максимально упростить ваш творческий процесс. Ну ладно, продолжим становиться недоаниматорами. За организацию рабочего процесса следует скилл рисунка. Если все, что ты умеешь рисовать, это палка-палка огуречек, что ж, у меня для тебя плохие новости. Скорее всего, у тебя нет будущего. В наращивании ресниц горгулья. Анимация же это не про рисование, это скорее про историю. В конце концов... Мне тоже так кажется. Да. Мне самому очень сильно... Да, главное подача и шутки, чем саморисование. Теории цвета. Рисование. Вы же меня смотрите. Как и смотрите и многих других аниматоров, чьи рисунки тоже редко претендуют на место в Лувре. Все почему он? Потому что во главе всегда... Это же анимация. ...и стиль, оригинальный стиль и способ подачи, запоминающийся... Вон, даже есть этот Южный парк. Помнишь, как там вообще персонажи нарисованы? Так не хватает. А уже после этого можно и продемонстрировать свое умение в рисунок и анимацию. Даже на телевидении есть множество примеров анимационных работ, где история и стиль преобладают над качеством анимации. Например, Южный парк. О, только сказала. ...мышь или даже свинка Пепа. О, там вообще. ...мышь, без которой далеко не уедешь. Это прогресс. Всегда развивайтесь и не стойте на месте. А то в стоячую мишень легко попасть. Кто из вас помнит мои первые мультики? А? А? Ну, лучше же стало. Не, мы не знаем. Без прогресса и постоянно по тем кадрам сравнивать. ...чем-то новеньким. Вы рискуете быстро приесться с своим подписчиком. Да блин, хотя бы заставку на канале периодически менять. О, смотри. Если она у вас вообще есть. Да, да. Конечно, немаловажную роль играет и оптимизация самого ролика при публикации на ютубе. Но про это я расскажу как-нибудь в другом случае. Ну, закатану уже не нужно, мне кажется, оптимизировать. Потому что у него очень много подписчиков и уже и так досмотрят. Когда-нибудь я до него... В начальных этапах это очень важно. Скажу следующее. Да, а когда уже большой такой канал, то не так уже важно. ...как я смог чего-то добиться, то у вас и подавно получится. Я знаю, вы можете стать намного лучше меня. Желаю удачи в этом деле. Надеюсь, мои слова кого-то смотивируют на действие. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. В общем, как бы, я все это знал, уже понимал. Вот. И половина ролика это, получается, была реклама, которую нельзя было промотать. Вообще-то весь ролик это была реклама, которую нельзя было промотать. Потому что у него уже выходило же видео про то, как быть аниматором. Просто тут он больше, наверное, рассказал про свой распорядок дня. А то он, когда показывал программу там, всякие вот эти штуки. Не, Добряк вроде тоже рассказывал. То ли вы интервью какое-то смотрели. А, я интервью смотрел с Добряком. Ну, он сказал, как аниматор, он говорит, что открыл... А, это было интервью. Да, да. Что открыл, потом увидел, закрыл. Как он рисует. Нет. И как начинающим полезная информация. И еще, знаешь, такой вот мне нравится его подача, что он не то, что типа вы все говно, а я такой классно. Нет, он говорит, пробуйте, пробуйте, вы станете лучше меня. Закатун в этом ролике говорит, что стараетесь, да. То есть даже в некоторых моментах, наверное, даже перегибал, уже слишком себя принижал. Я понимаю, зачем он это делает, чтобы как бы нам было комфортнее смотреть и думать, что у нас не все потеряно. Но Закатун, мне кажется, вполне себе заслуживает то, что он заслуживает, потому что он реально очень много работает. Ты видишь, человек садится в 11-12 дня и может работать до вечера либо вообще до ночи, до поздней. Каждый день получается. Это очень много. Мне, в принципе, очень нравится сообщество аниматоров. Добряк, Закатун, Мармаш вообще. Они просто... Очень дружелюбные. Такие, да. У них такое прям family такое, знаешь, комьюнити такое свое. Они как бы так всех поддерживают и в принципе к людям, которые даже новички, ну вот я видела, да, очень доброжелательно относятся. Могут запостить даже таких аниматоров с очень маленьким количеством подписчиков. Это классно. Мне кажется, очень много так людей в принципе делает. Еще было бы классно, конечно, если бы все реакционеры были тоже такими подружными. Но пока не совсем, наверное, так получается. Вообще никак не получается. Вообще никак не получается. Там типа каждый сам за себя почему-то. Да, но надеемся, что когда-нибудь все-таки это все изменится. В принципе, всегда изменится. Пока. Что тебе покажет эта баба и старик. А!